Петиция за запрет World of Tanks Данная игра может вызывать необратимые изменения психики и личности, так как у них психика и личность еще только формируются. Эта игра является средством отъема денег у населения. Миллионы и миллиарды рублей ежемесячно покидают страну. Оседая в карманах администрации проекта, предположительно, деньги уходят в офшоры, при этом не облагаясь налогами. Это наносит огромный экономический ущерб не только Российской Федерации и ее гражданам. Отношение администрации к пользователям устроится таким образом, что администрация ничем не обязана даже тем игрокам, которые вкладывают реальные деньги в игру, например. Человек платит реальные и весьма немалые деньги за покупку техники, характеристики которой только ухудшаются с течением времени. Причем, это делается тайно через соответствующие скрытые коэффициенты. В результате этих действия, игроки World of Tanks оказываются в замкнутом круге. Сколько времени они не тратили на игру, желаемого они так и не могут достичь. Из этого игроки начинают сомневаться в собственной полноценности. Таким образом закладывается фундамент для нервных срывов, аффектных состояний и опасных для жизни и депрессий. Мировосприятие человека под действием данной игры значительно меняется игра. На самом деле не является бесплатной, хотя везде она рекламируется как бесплатная. Без постоянного вкладывания денег в этой игре принципиально невозможно многие вещи. Это, на мой взгляд, является наглым мошенничеством подсадить человека на игру красивой рекламы, чтобы потом, когда зависимость сформируется, обобрать его до нитки в плане денег, времени, психической энергии, любознательность, инициативность, ясная ум и умственная полноценность. Несмотря на то, что игру преподносит как честное соревнование, ничего честного в ней нет. Баланс в ней нарушен, ТТХ и техники не соответствуют действительности и скрыто меняются. В игре имеются программные ограничители, которые за игрока решают исход битвы и его действий, такие параметры, как точность, маневренность, повреждения, обзор, находятся под контролем программы. Более того, под контролем программы находится и формирование команды, в результате чего с вероятностью 95% можно предсказать исход боя до начала битвы. Я сам играл в эту игру несколько лет, могу с уверенностью сказать, что от мастерства игрока в World of Tanks ничего не зависит, следовательно. Данную игру можно отнести к азартным со всеми вытекающими последствиями. В игре постоянно появляется новая выдуманная техника, характеристики которой значительно превосходят параметры уже имеющиеся в игре. Игроки начинают вкладывать огромное количество денег и времени в получение новой техники, параметры которой через 12 месяцев становятся даже хуже, чем у давно имеющихся машин. Это, на мой взгляд, самое настоящее мошенничество со стороны администрации проекта. Бесестное и низкое. В игре вся техника делится по странам СССР, США, Германии и ПР. Я считаю, что ТТХ и техники СССР специальным образом занижены таким образом, что техника СССР уступает по всем параметрам техники других стран, особенно техники США. Считаю, что это делается намеренно для очернения и искажения исторических фактов относительно уровня военного развития СССР. Это наносит огромный ущерб репутации Российской Федерации в долгосрочной перспективе. Формирует у людей по всему миру и граждан Российской Федерации представление о том, что техника СССР – это нечто низкосортное и отвратительное, лично меня оскорбляет. В каком свете в игре представлена техника СССР? Я считаю, что игра World of Tanks должна быть запрещена в Российской Федерации. Считает игру информационным оружием ущерб, который наносится экономике нашей страны. Ее репутацией и здоровью населения огромен. Автор петиции Андрей, 26 ноября 2016 года, 9 часов 44 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok